Привет, друзья! Я Наташа Флорест. И сегодня я вам расскажу притчу про изобилие. Притчу, которая изменила мое понимание изобилия. И я надеюсь, что вам тоже она понравится. На полянке росли два дерева, два молоденьких деревца. И когда светило солнышко, первое дерево с удовольствием, с радостью принимало весь солнечный свет. Оно брало каждый солнечный лучик, подставляло под него свои веточки, листики и наслаждалась солнечным светом. Второе же дерево говорило, я не могу взять весь солнечный свет, потому что если я возьму весь солнечный свет, то кому-то может не хватить. Прошло время какое-то, потом начинал лить дождик. И когда пошел дождь, первое дерево говорило, ой, как хорошо, как меня освежает этот дождик. И оно подставляло свои корешки, свои листики, свои веточки под капли дождя. Второе же дерево говорило, я не могу позволить себе взять все дождевые капли, потому что другим может не хватить. Так же происходило, когда дул свежий ветерок. Первое дерево, оно с удовольствием наслаждалось каждым потоком ветерка. Второе же дерево говорило, я не могу себе этого позволить, потому что кто-то может остаться без ветра. Прошло время, первое дерево зацвело, на нем появилось множество-множество прекрасных цветов. Второе же дерево имело только несколько цветочков. К первому дереву прилетели множество пчелок, которые кушали нектар, прекрасный нектар этих цветов, и также опыляли это дерево. Но на первом дереве почти не было пчелок, никто не хотел лететь к этому, на втором дереве, извините, но к второму дереву никто не хотел лететь. Прошло еще какое-то время, первое дерево принесло множество-множество прекрасных плодов. Пришли люди, собрали эти плоды, остатки плодов съели птицы, потом эти плоды упали на землю, удобрили землю, а из семечек выросли новые деревья. Вот такая история. Я думаю, что не надо объяснять суть этой башни. Ну, если хотите, я подскажу, расскажу тому, кто еще не догадался. Изобилие нам принадлежит, и оно нам принадлежит для того, чтобы мы могли быть более плодовитыми, могли принести больше плодов в нашей жизни. Изобилие, оно принадлежит всем. Капли дождя принадлежат всем. Солнышко принадлежит всем. Ветер принадлежит всем. И если мы принимаем, если мы внутренне соглашаемся в том, что мы достойны принимать изобилие в нашу жизнь, изобилие любви, изобилие отношений, изобилие здоровья, финансов, то это изобилие придет, и оно не просто придет для нас. Оно не просто станет хорошим, и оно не просто станет таким удачей для нас. Оно станет, это изобилие, оно станет изобилием для кого-то еще. Изобилие нам нужно для того, чтобы принести много плодов. Поэтому не отказывайтесь от изобилия. Не считайте, что если вы возьмёте что-то, что у кого-то будет. Скорее всего, ни у кого не будет. Но если у вас будет много, то вы сможете поделиться с другими. На этом всё сегодня. Пока-пока. И мы увидимся с вами. Заговариваюсь я уже. Мы увидимся с вами на моих аккаунтах. Ставьте хэштег Наташа Флорис. Всё вместе, русскими буквами. И вы выйдете на множество моих аккаунтов в социальных сетях. И можете стать моими друзьями. Пишите мне сообщения, пишите ваши вопросы. Мы увидимся. Целую всех. Пока-пока.